Доброе утро, девочки мои! Хорошая сегодня погода. Сегодня 2 сентября. Небо чистое. Солнышко светит. Но сегодня уже не будет так жарко. Сегодня будет до 28 днём. А утром ночью было 18. Сейчас плюс 20. Прямо благодать. Сильного ветра нет. Он такой вот лёгкий, лёгкий такой вот ветерочек дует. В общем, классно. Солнце светит. Я смотрю, жёлтые листики. Ну, они уже пожухли от жары, собственно говоря. Но чувствуется, что уже приближается осень. Да, в некоторых городах я смотрю, что осень наступила очень резко. Но у нас как бы так постепенно. Но всё равно за несколько дней у нас снизится температура до 22 днём. Ну, ничего. Зато ночью будет прохладненько. То было ночью 25, а сейчас будет ночью вот у нас 12, я смотрю. Ну, нормально будет. А я с утра уже поставила варить картошечку в мундире. И яйца. Так, надо убавить, сильно кипит. Хочу сделать оливье. Надо же ребёнка чем-то кормить. Мне сегодня со школы нужно будет её забрать. Ну, как всегда, утреннее омовение у меня с цветочком. Я утром брызгаю всё время, потому что жара такая. Видите, сколько у меня отросточков. Вот это отросло, вот это отросло. Ну, на каждой веточке у меня отросточки. Вот это листья старые ещё. А там вот внутри уже сколько отростков много. Свежие веточки появились. Вот это тоже свежий отросточек. Вот один старый листик ещё. Это уже отросточки. И очень много вот этих вот почек. Я лишнее поотрезала. И вот эти почечки у меня ещё будут распускаться. В общем, цветочек у меня ещё чувствует себя нормально. В общем, ещё нормально себя чувствую. Я каждый день тут вокруг него делаю внутренние ритуалы. Вот такое омовение у нас утреннее. И побрызгаем, покупаем его. Любит влагу этот цветочек. Ну, и туда водичку я подливаю. Поливаю тоже. В общем, ухаживаю. Всё нормально. Вышла я, девочки, на улицу. В общем-то, Настю я сегодня не забираю. Мне Наташа позвонила. Сказала, что она заберёт её сама. Вот. Я решила отправиться в магазин. Прикупить кое-какие продукты. Мне там на оливье кое-что не хватает. Да и так. В других продуктах по мелочи. Солнышко припекает. На солнце жарко. А в тени сейчас 25 градусов. Ну, я так понимаю, что у нас жаркий день, наверное, это уже последний. По крайней мере, на ближайшее время. Потом у нас всё равно в сентябре ещё бывают жаркие дни. Ну, я думаю, что уже, может быть, за 30 не будет. Но ещё тепло будет. По крайней мере, холода у нас пока что нету. Почитала я ваши комментарии, девочки. Кто-то пишет, что там плюс 8 в Питере. Ну да, вот такой вот циклон пришёл. Видите, жарко-жарко, а потом резко раз и холодно. У нас тоже так бывает. Но пока что у нас в ближайшее время вот такого холода не ожидается. Сегодня я уже говорила, плюс 28, завтра плюс 26, а потом 24. Ну, снизится, там немножечко дождик пройдёт, снизится температура. Но хорошо то, что ночью тоже будет попрохладнее. Потому что у меня соседи ещё до сих пор спят, спят со сплит-системой. Я на ночь хотя бы окно открываю, а им приходится ещё и спать. Потому что ночью ещё жарко, душно. Под утро только 25, ну куда это годится. Вот. Так что у нас ночью будет тоже попрохладнее. А я хотела сегодня у Насти, думала, заберу, спрошу, как она провела сегодняшний день, вчера, что они там делали. Ну, я думаю, вчера у них там, наверное, после линейки, может быть, пообщались с учительницей, разбежались. Вот. Ну, а сегодня уже, по крайней мере, там, может быть, 2-3 урока будет. И я думаю, что, может быть, что-то новенькое, интересненькое она бы мне рассказала. Ну, ничего страшного. Расскажет она в другой раз. Жду не дождусь. Всё равно ещё мне придётся много времени с ней проводить. И со школы забирать. И, в общем, я думала, что у неё жизнь поменялась. Много нового, интересного сейчас в жизни её появилось. И мы с вами тоже узнаем, что она там расскажет, что у неё новое. Зашла я сейчас в магнит. В общем-то, за майонезным соусом смотрю, бурачок есть. Очень даже неплохой. 16,79. Надо взять. Потому что последний раз в пятёрочке вообще не было бурачка. Так, бурачка взяла. Вот уже не по плану иду. Думаю, сейчас в магнит зайду. Возьму только, 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 только вот то, что мне нужно. Где он есть? Майонезный соус 15%. Что-то я его не вижу сегодня здесь. Потом хочу пойти в пятёрочку. Там у меня, во всяком случае, скидочка. Так, решила я больше никуда не идти. Уже здесь возьму. Взяла вот тут горошек вот такой вот. По акции. Баночку взяла. Без сахара молодой горошек. Вот там ещё баночки есть. Так, иду я дальше. Беру всё по списку. Арбузу тут 17. А пятёрочки дешевле. Так, что я хотела? Курочку взять. Куриные ножки. Не знаю. Что-нибудь. Супчик или борщик сварить. Что-нибудь надо. Взяла капусту. Если что, свариворщик. Так, сейчас посмотрим, что тут к чему. Доброе утро, девочки мои. День следующий. На улице немножко облачно. Прохладное утро. Прям сегодня такое. Я смотрю. Я как-то сегодня обратила внимание, что тополь уже половину листьев потерял. Там вот дальше стоит каштан. Тоже листья жёлтые наполовину уже. Да и уже вот на земле листьев жёлтых уже много. В общем, короче говоря, там каштанчик тоже жёлтенький уже такой стоит. Вот и осень прямо резко как-то наступила. Так у нас вот по прогнозам погоды, я сейчас посмотрела, у нас в Ростове ещё очень тепло довольно-таки. Сегодня, ну вот сейчас на данный момент плюс 16, а время полвосьмого утра. Днём будет до 26, а завтра резко похолодает, пойдёт дождь, будет до 20 завтра. И ночью тоже уже там 11 градусов. В общем. Ну, я смотрю, что Москва и другие города там уже совсем холодно. Да и вы мне в комментариях писали, что прям холодно, 8 градусов плюс 8, кошмар. Ну, заморозки вот уже обещают. Московская область, ещё там Новгородская, ещё какая-то область. Ночные заморозки. Как-то резко-резко очень лето закончилось. Вчера ещё была жара, вчера ещё было выше 30. Но посмотрела я на период прогноз, и уже в этом месяце, ну, выше 26-25 не будет. Уже будет комфортная температура, будет прохладненько немножко. Ну, в любом случае, в Ростове ещё дневная температура будет выше 20, и это хорошо, тепло, комфортно. Понаслаждаемся ещё немножко жизнью. Так, ну, что меня сегодня ждёт, я не знаю. Пока что не знаю, что у меня сегодня ожидает, какой день. Цветочек свой я уже побрызгала, стоит на подоконнике, дышит воздухом. И обратила внимание, что листочки не то, чтобы выпрямились, а вот новые листочки, они растут уже вот так вот, как нужно. То есть они уже прямые, не заворачиваются. Вот эти старые листочки, некоторые ещё так вроде как завёрнутые. Может быть, жарко было цветочку, да? Ну, в общем, я рада, что цветочек прекрасно себя чувствует. А я решила с утра уже курочку потушить с майонезом. Соль, перец. В общем, на сковороде решила потушить. На гарнир у меня есть оливье. Я вчера сделала оливье. Всё, моя курочка готова. Пахнет вкусно. Хочу сесть покушать сейчас. Вот такой у меня сегодня вкусный завтрак. Оливьешечка и курочка. И кусочек хлеба со трубями. Всё, девочки, я позавтракала. Очень вкусный был завтрак. Запью компотиком. Я вчера ещё компотик сварила. В общем, всё очень вкусненько, замечательно. Вышла, девочки, я на улицу. Захотелось мне мороженого. Решила пройтись в магазинчик. Я смотрю, думаю, проверю, как на улице. Ну, я думаю, что уже с завтрашнего дня уже без рукавчика вот так вот не пройдёшь. Ну, сегодня ещё ничего нормально. Ну, такой ветерочек свеженький дует, прохладненький. Ну, так прям хорошо, так не жарко. Я уже даже отвыкла, что так бывает на улице. Как-то вот всё лето прошло в такой жаре. Ну, у нас, видите, юг. И у нас, да, либо жарко-жарко-жарко, либо потом раз и холодно. И когда вот такая температура комфортная, это бывает очень мало, мало дней в году таких. Ну, сейчас ничего так, в общем, нормально. Даже как-то непривычно, что свежо. Ну, я смотрю, ещё люди все по привычке с коротким рукавом, без рукава, все ещё раздетые. Ну, утром уже кофточку надевать надо, да. Вечером тоже. Ну, я как раз вышла сейчас в такое время. 3 часа дня. Как раз нормальная температура. 27 градусов, лет 26. Сегодня у нас, завтра похолодает. Смотрела телевизор. Что-то вот вчера не взяла мороженое. Была в магазине. Думаю, не, не буду. Сегодня думаю... А что, думаю, не буду? Надо брать. Хочется, надо взять. Чего я себя это... Прямо сильно так ограничиваю. Вот. Так что решила сейчас сходить пока. Взять мороженое и всё. Ничего сегодня делать не собираюсь. Покушать у меня есть чего. Вот. Настю сегодня. Наташа на тренировку повела. Так что я сегодня свободная. Абсолютно. Смотрю телевизор. Отдыхаю. Всё. Сегодня, наверное, больше ничего делать не буду. Я думаю, что это видео как-то так буду потихонечку снимать. Я думала, в это видео попадёт у меня Настя, расскажет, что-то у меня новенького в школе. Ну, вот видите, не попало. Так что я сейчас, в общем-то, как говорится, снимаю то, что придётся. Решила сходить и фикс прайс купить своё любимое мороженое, если оно там есть. Ну, надеюсь, что оно там есть. Так, ну я в фикс прайс зашла, чтобы просто по-быстрому пройтись. Мороженое я уже взяла. Вот, в прошлый раз я была здесь, не было салфеток в бумажных коробочках. Я их люблю. Сегодня тоже их что-то нету. Ладно. Вот, я ещё решила взять в пакетиках крупу гречневую и рис. Очень удобно. Бывает, иногда нужно одну порцию сварить. И вот тогда я варю в пакетиках. Всё, не буду здесь я задерживаться сегодня. В принципе, у Сабанова тут ничего такого нету. Короче, взяла ещё вафельки. И мороженое взяла ещё для соседки. Я напросила, всё, иду на кассу и бегом домой. Буду отдыхать. Доброе утро, девочки мои. Сегодня понедельник. На улице плюс 9 градусов. Обалдеть, холодно. Очень холодно. Риска похолодала у нас сегодня. Днём будет не больше 21 градуса. А утром холодно. Прям настоящая осень наступила. Ничего себе. Сейчас уже седьмой час. Я под утро замёрзла. Думаю, что ж такое. Ну, конечно, резкое похолодание. Вот у нас. Бархатный сезон называется на юге. Начинается. Да, уж, конечно. Нашла я, девочки, какой-то детективчик наш. Русский, старенький. 2009 года. Как называется, я так и не поняла. Халат уже сегодня тёпленький. С рукавчиком достала. Ну, сейчас уже день. Уже так потеплело на улице. 21 плюс. Короче, сажусь кушать. И видео хочу на этом закончить. Ну, продолжение будет в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok